Всем привет! Небольшой лайфхак по тому, как просто и быстро удалить из вашего видео автоматически отрезки тишины, причем так, чтобы не было склеек. В сети есть пара программ платных, одна из них рекат, эта программа просто удаляет тишину, но между кадрами получается обрыв, поэтому вы увидите такое дергание, например, если будете сокращать свое видео, чтобы выложить шортс, когда делать паузу, вы понимаете, что там остаются ненужные куски. Так вот, в программе рекат, помимо того, что бой склейки, она стоит, хотя написано only, но нафиг нам с вами это only надо, 99 долларов. Ну а дальше наиболее продвинутая программа, это программа Timebolt, она, видите, уже стоит около 250 долларов, если вечное использование вы ее берете. Там есть возможность отрезки тишины ускорять, так, чтобы вот таких вот рваных склеек не было, но, сами понимаете, тут уже и цена какая. Так вот, существует еще одна программа, бесплатная программа с открытым кодом, это программа Alive. Для того, чтобы вам сделал то, что я покажу дальше, вам нужно скачать именно ее предыдущую версию. Написано, что она уже не поддерживается, тем не менее, для того, что нам нужно, она отлично работает, а во второй версии вот этой опции вырезания тишины нет. Итак, все делается очень просто, загружаем в эту программу файл, затем жмем правой кнопкой мышки, и там, кстати, на русский можно, если хотите, интерфейс настроить, и нажимаем кнопку удалить тишину. Ну, там вы сами дальше посмотрите, можно поиграть с настройками, но те настройки, которые там автоматически появляются, они, в общем, достаточно корректно работают. И вы видите, после этого появились у нас в видео такие разрезики. Так вот, мы эти разрезики можем просто удалить и потом вздвинуть все в один файл, но тогда у нас появятся те самые обрывы. Обрывы. Будет это так немножко мелькать, эти переходы будут мелькать на экране. А можем сделать следующее. Просто выделив все вот эти места тишины отдельно, изменим их скорость. Но при этом вы должны еще одну вещь делать, при том, как вы их выделили, не снимайте это выделение, после того, как вы их скорость изменили, вам надо будет убрать до нуля громкость звука. Ну, там вводится 96 по максимуму, руками это можете ввести. И там практически будет появляться звонок бесконечности. Зачем это нужно сделать? Ну, потому что, если вы этого не сделаете, а просто ускорите вот эти вот места, которые будут как бы такие корректные склейки вам показывать, практически незаметные, то вылезет даже самый низкий шум. Вы понимаете, что шум какой-то всегда присутствует, а когда мы файл ужимаем, соответственно, все вот эти звуки, они складываются в один и здорово усиливаются. Ну, и потом, вы видите, просто мы все это подвигаем и сохраняем, и я вам сейчас в конце покажу, что было и что стало. Так что, если вам понравилось, пользуйтесь. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Согласитесь, во-первых, быстро, во-вторых, за счет того, что паузы тишины не просто удалены, а ускорены, все смотрится достаточно корректно, без каких-то заметных склеек и рывков между кадрами. Ссылка на бесплатную программу Олив с открытым исходным кодом в комментариях. Всем пока!